друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать опять горячие 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 новости до последней сводки с полей последний собственно ролик алёшки и светки ролик под названием прописали ефрема знаете вот чё честно хочу сказать я вот что-то рассчитывала как-то на больше не то что конкретно на большее именно в этом ролике колес нет я когда у них все это произошло и когда действительно в общем там цветка разродилась я аж помните сказала говорю ну что ж говорю теперь рассчитываем на более годный более интересный контент на то что все-таки некие события будут происходить жизни этого семейства помимо того что мы видим семейство на кухне и запоедание вот этих вот макарон но друзья мои чудо не произошло как сидели они на кухне так и продолжают сидеть себе благополучно на кухне пожирая макароны просто в неограниченном количестве хотя нет все таки в ограниченном конечно же потому что зачастую не гритой наварили целый там таз макарон целую кастрюлю но все равно не хватило все не наелись но согласно сложно наесться пустыми макаронами потому что через часа полтора через два часа все равно желудок попросит есть это же собственно не белок ну ладно ребят а дело в том что как-то все знаете вот вообще грустно вот я посмотрела на превью светка в обнимку практически с ефремкой на руках ну что ж ну что ж светик конечно же видит наше настроение видит то что мы показываем да вот я постоянно своем обзорном канале об этом говорю я говорю в конце концов но как так можно мать семейства до матера дела кто угодно таскает тискает этого ребенка только не светка и вот друзья мои услышала светка нас с вами и вуаля посмотрите пожалуйста маман собственной персоной не прошло как говорится и года да маман вместе с ребенком держит сегодня светка ребенка на руках ну да видимо надоело читать у себя в комментариях да и у нас в комментариях одно и то же и решила светка все-таки взять ефремку на руки да взяла сидит смотрю кормит ребенка друзья мои согнулась скрючилась прищурилась и рассказывает о том что занимались документами пропиской занимались детскими и так далее короче решали так скажем вопросы да и опять он он друзья мои он вроде как с одной стороны сдвиги есть светка взяла на руки ребенка но опять он он никак никак не может назвать ребенка по имени как-то уласкательно да как-то вот как-то ребенка своего там да ну что это как-то сказать такое приятное нет никакого тепла от этой женщины даже близко не идет далее смотрю уже уселась видимо еле-еле дождалась как можно было свинтить от своего младшенького и побежала переделывать анжелкина вот это платье которое анжелка себе покупала одной из последних не из последних а вообще последние да да ринка сидит собственно рядом опять же тяжело дышит носом вообще не дышит светка ну или эмоций ну а далее друзья мои собственно показывать нечего виталинка на кухне варят они компот ну вернее виталинка варит виталинка стоит на стуле стоит прям над плитой да светка считает что это абсолютно нормально миллион раз мы ей об этом говорили миллион раз ей об этом писали в комментариях но мамке дела до этого нет но опять же друзья мои сегодня тоже есть вот это знаете у светочки сдвиги есть она сказала они а потом вспомнив видимо как мы ей наваляли в очередной раз да она добавила детки да сегодня у светки они детки хотя говорит кисель но в общем да они детки но надо же как говорится сдвиги есть садись 2 сегодня и ефремку взяли на ручки решили собственно покормить и детки они они детки но в общем да далее смотрю друзья мои а светка озвучила что сегодня будет непременно пюре и будет да прэ прэ будет и будет еще салатик а мне интересно а мяско то будет как обычно да сойдет просто гарнир и просто пустой салат и потом мы удивляемся что это у нас дети ходят постоянно хотят есть даринка тоже смотрю глядя на виталинку ученый даринку теперь перестали обращать внимание дарине как-то хочется себя где-то проявить до до этого ей было позволено сидеть ни хрена не делать чем собственно она и занималась до сидела ничего не делала была такая знаете звезда полей кукуруза была такая звезда эстрады ну а сейчас появление маленького ребенка в семье даринку однозначно забили забили просто на ребенка по полной программе и дарина дабы дабы и и все-таки стали замечать как в свое время виталина тоже начинает потихонечку пытаться себя проявлять и где-то как-то показывает смотрите вот я тоже что-то могу вот я тоже всем стараюсь помочь стараюсь давить свое время точно такая же ситуация была с виталинкой виталинка тоже пыталась заслужить вот это внимание да чтобы ее заметили родители мама с папой чтобы они ее нахваливали какая она молодец потому что ее ее место на тот момент заняла уже дарина но сейчас то же самое происходит с дариной я смотрю значит стоит виталина стоит над плитой да она стоит прямо на стульчике даринка тоже влезла на стул и тоже стоит над плитой светка ребят ноль эмоций вот сколько раз мы ей об этом говорили сколько раз мы ей об этом писали ноль эмоций даже не думает о том что сейчас девчонки не дай бог да над плитой плюсом ко всему прочему там же там же все это варится это не дай бог если опрокинуть что-то вот это на себя это же будет просто какой-то кошмар не мамке пофиг веники хотя чем мы говорим да пофиг веники девчонки что-то на себя перельют да так скажем да обольются вот этим кипятком конечно нет она считает уже этих девчонок вполне себе достаточно взрослыми уж если ей дело нет как там анжелка практически до этого мелкого ребенка таскает и как она его там поднимается как разно то конечно и до этих девчонок светке тоже дела нет светка свои на своей волне друзья мои не знаю чем она живет чем она дышит ей это абсолютно все не интересно ну говорит да да вот говорит готовят они готовят знаете тут же рассказывает из чего она готовит на грит вот какие ягоды были такие еще не созревшие мы их варим значит добавляем их в компот и так далее ну да потом удивляются то что берут непонятно что жирает вот это все несозревшие да то точно так же как и даринка носится по этому огороду жирает то что еще вообще там зеленое как говорится лишь бы только что-нибудь сожрать это было уже и не только в этом году еще и в прошлом году и в позапрошлом году собственно каждый божий год да потом удивляются чего у них там дети как говорится их рвет до животы болят все болит на свете да может быть это элементарно даже ротовирусная все может быть опять же никто из родителей колесниковых по этому поводу даже не париться и париться не собирается светка говорить ну ничего сейчас начнем картошку чистить светочка у тебя картошка должна была почищена быть еще накануне да у тебя должно было что-то оставаться если ты знала что первую половину дня допустим ты потратишь на то что тебе нужно будет ездить по инстанциям ездить куда-то да и так далее заниматься какими-то вопросами а так скажем и ты не сможешь первую половину дня а потратить на то чтобы приготовить что-то для своей семьи значит соответственно надо было готовить заранее а сейчас чистить картошку тогда когда уже пора собственно садиться за стол вот если честно для меня это удивительно и почему мать семейства которая сидит дома не в состоянии хотя бы еду самостоятельно приготовить ей для этого обязательно нужен батальон из девчонок вот целый батальон будут чистить все вместе картошку но господи почистить картошку это расплюнуть взять поставить варить эту картошку потом приготовить пюре но это не составит никакого труда абсолютно опять же да нет вот для светки это вечно какая-то проблема далее друзья мои нам в конце ролика демонстрирует то есть сегодня у нас светка с вами просто как самая настоящая знаете такая дрессированная мышь да и значит ребенка на руках подержала мол смотрите я мать перемать и не смейте про меня ничего говорить иначе сволочи я вам всем покажу да и деток назвала они потом зависла повисела секунд пять как обычно да это ее привычное состояние детки сказала светка и в общем да сдвиги есть правда ефремку опять назвала он светик я надеюсь ты помнишь хоть как зовут твоего ребенка мне просто интересно если не помнишь лёшка в названии ролика указал ефрема прописали запомни светик заруби себе на носу а еще лучше сделай какую-нибудь татуху светик вот это будет по крайней мере нормально да ну нормально для того чтобы запомнить и уже так скажем не забыть главное не забыть русский язык и помнить все-таки знакомые буквы иногда и вспоминать ну и в конце не тоже светка нам как дрессированная мышь решила продемонстрировать памперс памперсами трясли девчонки даринка с виталинкой мол смотрите какие памперсы мы используем и это все богатство для ефремки друзья мои уж как ефремке повезло господи ты боже мой бедный ребятенок светка там чем только его не кормит да и значит и молоком своим которое сцеживает прям цедится цедится да непонятно что там делает на протяжении целого дня как светка сказала все время у меня уходит на сцеживание молока ребята где-нибудь такое слышали я если честно нет я говорю такое впечатление что она там полк целый кормит своим молоком да ну и тут же еще значит рассказывает многие вещи в общем пыталась сегодня светик себя показать какая же она у нас образцово показательная маманя и это просто умереть не встать светик ну тебя как посмотришь как говорится без слез не взглянешь сидит глаза в кучу как будто уже знаете своего любимого когорчика да или кваска дерябнула сидит вот это глаза в кучу вот это уже собрать себя в кучу не может смотрит знаете вот как хочется сказать свет но ты как обычно но можно было хотя бы как-то я не знаю выйти но ты с ребенком первый раз на руках первый раз на своих руках его подержала да вот решила нам доказать посмотрите какая хорошая мать можно было как-то хоть вести себя как-то адекватно я не знаю такое впечатление что и сунули этого ребенка она его вообще не хотела ребят вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока до новых встреч а